Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Алиса. Сама не ожидала от себя, что я когда-нибудь окажусь в инстаграме. Но так получается, что сегодня я хочу поговорить об очень важной истории и буду очень рада, если она будет для вас полезной. Я хочу рассказать о том, как формируются больные созависимые отношения и каким образом люди попадаются в этот капкан, как получается, что история в отношениях зависимого и созависимой или зависимой и созависимого или какие-то еще другие комбинации возникают. Как получается, что люди попадаются в этот капкан. И сегодня для простоты я расскажу о пяти рисочках, которые формируют замыкание вот этого замка. Если кому-то из вас это будет полезно, я буду очень рада. Итак, природа зависимого мужчины или зависимой женщины заключается в том, что он гармонично дополняет собой созависимую девушку или созависимую мужчину. Если у одного в этой паре есть такие выступающие части, то там, где у нее условно есть выступающая часть, в этом месте у него будет пробел. И первый элемент вот этого замка – это вопросы с ответственностью. В отношениях созависимой девушки или созависимого мужчины с зависимым партнером стоит обязательная и очень важная история с ответственностью. Один будет перетягивать, один будет склонен к тому, что ответственность ему нужна не только своя, но еще и чужая, и может быть еще за соседей он готов что-то там сделать, и уж точно за своих коллег на работе. А другой в этой паре будет склонен к тому, чтобы всю ответственность сбрасывать с себя. И вот если вы на этом этапе начинаете что-то такое узнавать, начинаете чувствовать какой-то такой интерес, не выключайтесь, потому что, возможно, для вас это может быть полезно. Итак, ответственность у созависимого человека, не важно, мужчина это или женщина, она будет в плюсе, она будет в избытке, она будет перекачанная. И зависимый партнер – это не обязательно тот, кто употребляет алкоголь или наркотики, это тот, кто удовлетворит ее или его болезненную потребность в покинутости, вынесенной из детства. Это совершенно не обязательно какой-то химически зависимый, это тот в отношениях просто, кто берет на себя данную роль. Итак, здесь ответственности минус, здесь ответственности избыток. Первая рисочка от этого ключа и замка совпадает. Это первая рана, которая будет каждого из них удерживать с партнером, потому что именно партнер компенсирует его дефицитарность, и в то же время она будет помогать им нормально причинять друг другу боль, так, чтобы мало не показалось. Вторая история, очень важная, это история с виной. Если созависимая барышня чувствует себя виноватой, если кто-то на другом конце города даже ошибся, не то, что она за себя там чувствует виноватой, она чувствует себя виноватой вообще, если кто-то там что-то не так. Далее она будет испытывать стыд и дискомфорт преувеличенно в том случае, когда она даже где-нибудь немножко и ошиблась. Что получается? Ее партнер у него в этом месте минус. У нее будет перекачана эта история, вина в чрезмерном плюсе. У нее будет такая история, что даже если кто-то, и даже если он сам ошибся, ну, то есть ошибки других он вообще как бы очень хорошо замечает, но все вопросы, связанные с виной, они у него будут переводиться на партнера. Если его партнер, это созависимый, созик, который готов на себя принимать эту вину, все, капец. Вторая рисочка замкнулась. Итак, первая ответственность, здесь ответственность перекачанная, здесь она недостаточная. И второе, это вина. Третье, нарциссическая особенность. Ну, я не про то, чтобы говорить, что есть какие-то плохие нарциссы, которые где-то там. Я убеждена, что большинство людей, в той или иной степени, мы вообще живем в обществе охваченным нарциссическим неврозом. Поэтому, ну, говорить о том, что они какие-то оттуда, вот нарциссы, мы все так или иначе испытываем эти истории, связанные с нарциссическими нашими, там, измерительными темами. Вопрос в том, что созависимая барышня, она будет переживать свою нарциссическую историю скорее в контексте ущербности. И ее зависимый партнер, будь то мужчина или женщина, будет переживать свою нарциссическую, проявляться через скорее такое королевское превосходство. И вот в этот момент у них замыкается третья рисочка. Раз, два, три. Ответственность, вина, превосходство. Его превосходство, оно таким образом компенсируется ее дефицитарностью, ее ущербностью, ее неуверенностью в себе. У него тоже есть базовая ущербность, но он ее проявляет через превосходство, понимаете? И тут даже не важно, кто из них как состоялся. Тут вообще реальность не имеет значения. Тут есть, имеет значение маски и роли, которые они приняли на себя когда-то давно, когда они были травмированы в своей дисфункциональной семье. И, наконец, четвертая история, о которой я хочу сказать, помогающие им замкнуться болезненно, как ключ и замок, это история про заинтересованность в отношениях. Скорее всего, у созависимого партнера будет мучительная история со страхом покинутости, со страхом отвержения. Поэтому он готов будет прощать даже то, что, в общем-то, прощает. Ну, он будет чрезмерно лоялен. И, скорее всего, зависимый партнер, он, прекрасно зная об этом, может манипулировать своим партнером через страх покинутости. Таким образом, у нас получается потрясающая история. Вот это замыкание становится уже очень крепким, очень тугим. И это когда мы здесь с вами говорим, на словах, это четко разложено по полочкам, это уже начинает превращаться в путаницу. А в отношениях, во взаимодействии для этих условных каких-то них, каких-то них двоих, конечно же, это речь не о нас, это становится просто кошмаром. И границы. Он склонен к нарушению чужих границ, она склонна не ощущать, где начинается ее граница, и потом, через пару дней, понять, что это мне так хреново? А, это же мне два дня назад руку по локоть засунули туда, куда я не согласна. Вот оно в чем дело. Хорошо, если она через два дня допетрит. Понимаете? То есть, и она, и он, тот, у кого проблема с границами, с удовольствием будет компенсироваться в отношениях вот с этим вот зависимым человеком, с которым ему будет хорошо. Потому что он такой, знаете, он может быть такой веселый, он обладает вот этой бесшабашностью, такой бодростью, такой легкостью, что ей будет вот этого так сильно не хватать, а ему будет не хватать ее собранности, ее способности сконцентрироваться, ее других замечательных качеств. И ухватившись друг за друга, вот эти два, изначально когда-то раненые ребенка, очень-очень-очень болезненно попадают. Потому что каждый раз, когда они конфликтуют, вот эти замкнувшиеся части доставляют им невероятный дискомфорт. Таким образом, что мы делаем дальше? Мы задаем вопрос, что делать? И я сегодня не буду играть в эзотерического мастера, который не дает рецептов, а я сегодня просто спокойно расскажу, что делать таким двоим. И еще раз подчеркиваю, что здесь нету для меня мужчины-женщины, что вот обязательно женщина это созик, а мужчина это зависимый абьюзер и вообще злой психопат. Нет-нет-нет. Вот из присутствующих здесь мужчин очень много есть ребят, которым наоборот хочется мне дать поддержку и рассказать им, как с абьюзершами разбираться. Итак, что же делаем? Вот в идеале, да, вот эти ключи-замок замкнулись. Ответственность, границы, вина и заинтересованность в отношениях. И вот, а это все раненая область. Вот здесь вот пораженная, раненая в детстве область, и здесь пораженная, раненая в детстве область. И вот они раз сцепились, два зажались и начинают вот так друг друга дергать. И когда они начинают друг друга дергать, им очень больно. А не дергать они не могут, потому что не может другой человек вам восполнить то, что у вас недостаточно. Понимаете? Это вот если барышни две возьмутся, два человека, у одного гипотириоз, а другого гипотириоз. И они соединятся, срастутся своими щитовидками. Понимаете? Пытаясь сконцентрировать, скомпенсировать друг другу, у одного избыток гормона, щитовидной железы, у другого недостаток. Вот они срослись и вот так вот ходят. Они не смогут функционировать здоровым образом. Понимаете? Потому что они будут ходить боком и никуда особо не придут. Что им делать? Им нужно аккуратно расплетать вот эти вот крючки. Они как рыболовные крючки, они прямо в самую душу. Я убеждена, что некоторые из вас меня сейчас понимают. А как их расплетать? Допустим, партнер второй, то есть, если вот в идеале, да, партнер согласен, да, бывают, здесь у меня здесь присутствуют такие ребята, прямо сейчас я вижу тех людей, которые удивительным образом, когда партнер начинает кричать, ааа, мне больно, второй партнер говорит, о, тебе больно, правда? Я согласен тогда, давай вместе заниматься выздоровлением. Это идеальный разворот событий. И такое происходит очень редко. И в этом случае все намного проще. Он осознает, если ему терапевт сказал, или она осознает, тот, кто, короче, зависимый, осознает, о, я безответственный распиздяй, а она осознает, а я безответственная, я гиперответственная куропатка. И тогда она учится распиздяйничанию у него, а он ей с удовольствием и любовью дает уроки, а он учится у нее избыточному, вот этому вот гиперопечному, какому-то такому вот контролю. И удивительным образом, если оба договорились, если они прямо в ссоре могут, достаточно рефлексивны, что прямо во время конфликта, ааа, вот это, вот это оно, о, у меня вот это оно точно, это оно, ну, ладно, иди, дорогая, сейчас съешь пироженку, а я подмету пол. Ну, какие-то фантастические истории. Итак, если эта история с ответственностью, да, расплетается, вторая история с границами, он начинает осознавать, что, мм, я склонен нарушать, или она начинает осознавать, мм, я склонна к нарушению границ, то есть я абьюзер, возможно, тебе не нравится, если я сажусь верхом на тебя и беру тебя руками за шею, мм, окей, я так хочу с тобой быть вместе, что, пожалуй, я, наверное, постараюсь воздерживаться, даже если у меня будут такие импульсивные вспышки, если, допустим, я буду злиться на кого-то там, другого, на каких-то них, я постараюсь на тебя это не сливать, я буду искать экологичные способы выражения гнева, экологично выражать этот гнев. Представляете, такая фантастика, абьюзер, допустим, говорит вот такое, а тот, кто в этой паре подвергался абьюзу, скажет, мм, то есть у меня психология жертвы, я манипулировала тобой, я через чувство вины из тебя выдавила потом чего-то, и вообще я не умела сказать стоп, я не умела сказать хватит, я не умела сказать мне неприятно, и я набираюсь тогда, вот так вот, прямо вот, когда ссора уже подходит, я набираюсь как-то и говорю, стоп, сначала это, знаете, так вот, прямо страшно-страшно им говорить этим жертвам, стоп, они говорят, хватит, со мной так нельзя, а потом они учатся, учатся, и потом уже так говорят, слышь, хватит, и он такой смотрит, о, она уже никакая не жертва, и таким образом распутывается вторая рисочка, если они это делают согласованно и сообща. Третья рисочка, по поводу вины, да, они договариваются, что в совместном конфликте нет вообще никакой вины, мы друг друга не обвиняем, мы не занимаемся критиканством, мы метем каждый свою сторону улицы, потому что, хотя она и коза, или он козел, но мы, блин, так хотим остаться вместе, и мы, наконец, поняли такую историю, что даже если мы здесь разведемся, все, что, все, чего мы достигнем, по большому счету, это то, что мы нашу систему, дисфункциональную систему, увеличим на два дисфункциональных партнера, потому что разведясь, мы каждый приведем в свою семью еще по кому-нибудь больному, вот и все, или там, ну и вообще, господи боже, если по здоровому расходиться, то год надо потом быть одному, это же капец, может быть проще походить на семейку с этим партнером, даже если он очень сильно раздражает. Итак, третья история, расплетается, и тогда заинтересованность, да, если были неосознанные манипуляции со стороны зависимого партнера через страх покинутости, из любви, из глубокого уважения к партнеру, зависимый, да, я видела такие случаи, ну, как бы тот, кто превалировал, он может понять, что, пожалуй, я тоже боюсь покинутости, я тоже не хочу расставаться, и тот, кто дефицитарно боялся покинутости, он может просто в этом месте остановиться, успокоиться и научиться ставить приоритет таким образом, что, ммм, все-таки я, естьность моя, как-то все-таки для меня, пожалуй, даже важнее, чем наша мыль, и в первом круге у меня я и бог, а не кто-нибудь там, хрен с горы, в которого я так любила, и что просто позволяемый бог знает что, и если ты манипулируешь, но через страх покинутости, пока, дорогой, пока, и вот если она уменьшает свой страх покинутости, через, в терапии там происходит, такая появляется ценность, знаете, самоуважение, я когда пришла в терапию, я услышала это слово, я такая, ммм, прикольно, что такое бывает, да, так вот, самоуважение, оно компенсирует дефицит, вот этот вот бесконечный страх, вот этот отчаяние, как у кого-то, может быть, из младенческого даже возраста, вот эта покинутость, она течет, и непонятно, почему я так все это терпела, а я терпела это потому, что, господи, боже мой, какие-то были неосознанные причины, да, осознавая эти причины, дорабатывая какие-то детские травмы, они хлоп, и начинают что осознавать, они начинают понимать, что, в общем-то, ничего страшного не случится, если этот партнер уйдет, и в этот момент партнер прекращает манипулировать, когда он понимает, что, хопа, вот этого замка уже нету, и следующая рисочка распускается, а тому партнеру, который манипулировал, что делать? А ему увидеть, увидеть партнера, вот зависимому в этой истории, очень важно увидеть, испугаться, боже мой, вдруг я абьюзор, вдруг я психопат, вдруг я вообще просто совершенно неуправляемое существо, господи, моя проблема в том, что я просто ее не, или его не вижу, мне надо ее увидеть, с этими чувствами ее, и из доброго сострадания принять решение, что я, пожалуй, не буду ее больше этим пугать. Для меня, на самом деле, в отношениях, я манипулировала мужиками через страх покинутости, и для меня просто услышать и узнать о том, что он покинутости боится, и о том, что он вот так вот себя странно ведет, а это у него страх покинутости, а что, у мужчин страх покинутости тоже бывает, вот такие я сделала круглые глаза в кабинете терапевта, и когда я до этого до всего допетрила, я совершенно по-другому начала себя вести. Иногда вот этому вот абьюзеру в отношениях достаточно просто понять, что это происходит, вот это признание факта, первый шаг, иногда этого достаточно. То есть заинтересованность в отношениях это не предмет, ребята, торга. И если они это понимают, у них появляется шанс. Таким образом, если каждый начинает выпрямлять свое кривое, то они больше уже не цепляются. И дальше риск. Потому что, а вот так вы сможете вместе? Вы сможете так вместе или нет? Большой вопрос. И есть такие семьи, которых вот эта хрень держала. Знаете, пока он употреблял, она с ним была. Закончила употреблять. Что она сделала? Правильно. Убежала бегом. Почему? Потому что она хотела сохранить вот эту свою дефицитарность. Итак, мы изучили первый вариант, когда оба согласны, оба говорят, я тебя люблю, я тоже тебя люблю. Ну, тогда давай будем вместе работать, будем, расплетают, и все. Намасте. Будем дальше вместе служить в высшей силе, трудиться на благо человечества. Красивая история. К сожалению, очень редко так бывает. В большинстве случаев вот этот один дефицитарный какой-нибудь, который уже задолбался, нести ответственность за второго, постоянно чувствовать себя виноватым, ссаться от страха. Боже, он меня покинет, а вдруг он меня покинет? О, Господи, какой кошмар! А как мне быть, он опять нарушает мои границы. Господи, он просто совершенно возмутительный. И вот этот вот дефицитарный приходит на терапию и спрашивает, Алиса, что мне делать? Ну, или там, кого-нибудь другого спрашивает, понимаете? А вот этот-то меняться не хочет? И вот тут большой вопрос, потому что скажите, пожалуйста, как вы думаете, как больше шансов? Вот так или вот так? На расплетение, конечно, шансов больше вот так. Поэтому я предлагаю тому партнеру, который первый допетрил, что, ммм, похоже, у нас что-то не то, просто нести свою сторону улицы. То есть вот этот, он продолжает быть, допустим, безответственным распиздяем, с 33 коронами на голове, и нарциссичная любоваться будет с собой, не будет работать и вообще будет там, свесив ножки, наслаждаться жизнью. А ты иди и паши над собой. Ты же сольник, ты любишь пахать. Я знаю. Нет, 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 я знаю, ты любишь пахать. Работай над собой. Как это делается? То есть ты распускай свои рисочки. Хотя этот и не чтит твои границы, но ты их выстраивай. Хотя этот и не уважает то, что ты перегружен с ответственностью, у тебя так много, а она ни хера не делает. Ну и что? Ты просто ответственность учись передавать с любовью и уважением. Через распутывание своей истории, через уравновешивание своих вот этих рисочек, вы в любом случае улучшаете ситуацию. Дальше у второго партнера остается несколько вариантов. Да, он может уйти и найти себе другую, которая согласится вот именно вот так вот. Потому что они же кайфуют. Вот здесь самое больное, самая глубокая дырка. А они кайфуют, наслаждаются, вот прямо вот массируют друг другу вот эти болезненные точки, вот эти раненые зоны. Они прямо на этом настаивают. И если вы прекратите этому мазохисту доставлять вот этот кайф, да, он вправе уйти, и тут вы ничего не можете сделать с этим. Ваша ответственность сказать, слушай, я все равно буду выбирать себя в этой истории. Потому что если вы, а боже, 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 вдруг я его покидаю, остаетесь вот здесь, понимаете, вдруг я его покину или потеряю. Если вы остаетесь здесь, это ваш выбор, я уважаю ваше право жить с этими последствиями. Но на самом деле, если речь идет об отношениях зависимого и созависимой, есть ли только три варианта. Один партнер выздоравливает, другой раздражается сначала, бунтует, говорит, о нет, что это, какие-то границы ты тут устраиваешь. У меня не один мужчина, очень продвинутый, известный все говорил, а как я узнаю, где твои границы, если я не буду постоянно их нарушать? Ну, как-то он узнал. Понимаете, в чем дело? Со временем как-то научился узнавать. Может быть, как раз после того, как я начала бушевать и кидаться сковородками в тот момент, когда мои границы нарушались. И потом уже он не задавал вопрос, а как я узнаю? Он просто подходил и прояснял, как со мной можно, а как нельзя. Буквально пара смятых сковородок об стенку. Можно покупать китайские, они алюминиевые, они просто гнутся, потому что чугунные – это капец. Понимаете? Очень важно идти своей дорогой. Очень важно все равно мести свою сторону улицы, несмотря на то, что партнер будет говорить, о нет, 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 эта терапия, она нас, ну, как бы, к хорошему не приведет. Или, допустим, партнер будет что еще говорить. Он будет говорить, ой, я сам психотерапиваю, я все знаю. Ну, миллионы разных вариантов отрицания придумает тот, кому не выгодно выздоровление. И, естественно, система будет сопротивляться. И к нежелающему выздоравливать партнеру могут присоединиться мамы, бабушки. И будут приходить спрашивать, как правда на Новый год, что не ставить шампанское на стол? То есть, серьезно не ставить шампанское на стол? И точно-точно вы что не пьете? Ну, то есть, какие-то такие свои вещи, понимаете, настаивать на том, что, а что тут такого, что, как бы, ну, мужик не работает? Это нормально. Там, в Кавказске некоторые женщины говорят, да зачем вообще? Они, как бы, они не должны работать. Вот я цыганку, цыганку консультировала вчера, она мне говорит, а что тут такого, мужчина и не должен работать? Понимаете? Вот тут очень важная история про то, что, если вы любите себя достаточно крепко, если у вас потребность во взращивании самоуважения достаточно велика, если вы стремитесь к тому, чтобы у вас когда-нибудь случилось, желательно в этом воплощении вот это вот та самая счастливая любовь, о которой мечтают не только девочки, а, как выясняется, и мальчики тоже, то тогда выход вот из этого вам будет подмазан высшими силами. Они будут всячески вам помогать. Пускай вы сразу этого и не заметите, но высшие силы будут смазывать маслицем ваши рельсы. Пожалуйста, полагайтесь на то, что ваш путь он на самом деле не только вами регулируется. Есть что-то любящее и доброе больше, чем вы, больше, чем ваш партнер и больше, даже, чем ваша парная синергия, если она сейчас болезненная. И вот это больше, если пустить в вашу постель, на вашу кухню, в вашу ванну и даже во все ваши самые-самые-самые страшные ссоры, если эту высшую силу пригласить, пустить и каждый раз обращаться к ней за помощью, когда вы будете чувствовать вот эту боль, вы увидите, каким чудесным образом все может разрешиться. И конкретные инструменты для того, чтобы вот это могло произойти, я сейчас назову. В идеале, если очень сильно запутавшаяся вот таким вот образом пара реально выбирает любовь, работу, любовь, не любовь, 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 а работу, любовь выбирает по-серьезному и он, и она, то тогда им нужна для того, чтобы распутать и стать каким-то цветком, им нужна семейная терапия для них двоих, индивидуальная терапия с разными терапевтами, терапевтами для каждого, посещение 12-шаговых групп в рамках формата ей, если она созависимая, нужна там какая-нибудь кода или ВДА, а ему, если он, допустим, ну, там, трудоголик, да, то трудоголики, да, если он сексоголик, сексоголики, если алкоголик, то алкоголики, в общем, в соответствии с его зависимостью. И в идеале еще будет классно секать, мама или бабушка на группу пойдет. Вот тогда у них есть хороший, качественный шанс. И вы спросите, боже, как это можно, откуда мы возьмем деньги, развод и еще две дополнительные свадьбы, хер знает с кем, с такими же дефицитарными ребятами, будет стоить вам дороже, чем вся эта история. Хотя эта история, она требует труда, она требует вложений, она требует времени, но вы знаете, та любовь, которая наступает после того, как два осознанных выздоравливающих человека научились регулировать вот эту свою сцепку, превращая ее в цветок, трансформируя ее в ресурс, это такая пара, которой можно очень сильно позавидовать. И для того, чтобы создать такую пару, имеет смысл подождать, ребята, если у вас никого нет, и вы застыли вот в этом состоянии, и может быть даже уже ходите какое-то время на группы, но все еще находите себя периодически вот в этом состоянии, что живучи пришла на свидание и зажало понимаете живу живу посмотрел на меня красивый юноша и все и старая дефицитарность закручивает меня в старый какой-то семейный дисфункции закрученный этот бублик Вот если вы находитесь в этом состоянии, подождите немножко, отработайте вот этот условный рефлекс, вот этой вот свободы, самоуважения, полной гармонии в отношении с самими собой. И после этого к вам притянется кто-то, находящийся уже на такой стадии, понимаете? Потому что вот эти они встречают вот таких, вот эти они встречают вот таких, а вот эти они встречают вот таких. Какие-то ребята, это здоровые, равновешенные личности, свободные внутри и, скорее всего, в прошлом прошедшие через ад. Я очень люблю вас всех, я вот сейчас вижу всякие лица там маленькие на экранчике, и я вам очень всем рада. Я на этом хочу закончить, потому что я очень устала сегодня. И если это было для вас полезно, то я очень рада. И я не знаю, как выключить прямой эфир. Как же это выключается? 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 Как же это выключается?